Современная архитектура, и еще точнее к архитектуре сегодняшнего дня, текущего момента. У петербуржцев было предвзятое отношение чуть ли не самого основания города. Классический ансамбль дворцовый, открытка Петербурга, детали на которой появлялись самые разные архитектурные эпохи. Зимний, колонна, чернильница, исаки, адмиралтейство, крылья главного штаба. С каждым появлением нового здания в Петербурге активизировалось городозащитное движение. К 2015 году в этом отношении мало что изменилось, только современная архитектура за последние 100 лет снова сменила прописку, переехав с рабочих и спальных окраин снова сюда, в центр города. Вот и архитектурная биеннале, проходящая в эти дни в этнографическом музее, подтверждает эту тенденцию прочного обоснования современного зодчества в сердце Петербурга. Из лучших проектов, реализованных в Петербурге за последние 15 лет, добрая половина находится в историческом центре. Евгений Герасимов один из самых популярных зодчих города. Его здания стоят в центре на Крестовском на набережных. Почти все из построенного в последние годы вошло в топ этой выставки. Именно ему мы и задали вопрос, а что вообще такое современная архитектура? Невозможно все описать одним рецептом. Архитектура, понимаете, это как кухня. Невозможно описать блюда в ресторане, столько-то грамм песка, столько-то сахара, столько того. Что это получится? Ничего, только искусство повара. Да, может из сухих цифр сделать что-то красивое, съедобное, которое удовлетворяет. Его павильон с домом в Ковенском переулке на выставке архитектуры Петербурга занимает отдельное место. Это тот редкий и удачный пример минималистской архитектуры, которая даже не вплетается в ткань города, а немного разрывает ее, чтобы обнажить давно утерянный исторический слой. Главной идеей это создание вот такой вот мини-площади для того, чтобы открыть для людей боковой фасад собора, который был всегда закрыт. Его никто не видел, эта прекрасная архитектура. И сейчас мы сможем видеть не только башню собора Колоколью, но и его боковой фасад, который тоже очень интересен. После революции всю современную архитектуру вывели на окраины Петербурга. Конструктивизм, авангард, монументальная сталинская неоклассика. Все было выведено за границы центра. Этот столетний мораторий на строительство в исторической части и есть причины сегодняшней негативной установки петербуржцев на любую новую архитектуру в центре. По крайней мере, эту причину указывает еще один участник биеннале, архитектор Михаил Мамошин, чьи здания давно укоренились в городе. Так, в переулке между Маяковского и Восстани он построил настоящую маленькую Италию. Какой контекст здесь? Я просто смотрю, что здесь такая четкая римская тема. Чистейший колизей. Я продолжу библиотека Цейса и арка Константина. Некие метафоры, которые вот здесь взяты за какой-то импульс отправной для развития. И вся эта итальянская тема здесь не случайна, потому что мы находимся с вами в месте, где начинались итальянские сады и тянулись они аж до фонтанки. На биеннале в этнографическом павильон Мамошина также занимает особое место. Их, архитекторов, активно строящих в Петербурге, по пальцам можно пересчитать. Как и представленные будущие знаковые проекты. Вот так, например, мог выглядеть ледовый дворец СКА. Финалист КХЛ заслужил. А это проект федеральных судов на набережной Европы. Все эти проекты сейчас доступны для горожан, доступны в качестве макетов, но по-прежнему не для обсуждения. Существуют общественные слушания, но у нас зачастую все носит какой-то чуть-чуть формальный характер. И нам необходимо этот диалог строить с горожанами. Строить его, наверное, можно так, что общественные слушания должны быть шире, чем просто юридическая процедура. Так исторически сложилось, что нам, петербуржцам, легче сразу в штыки воспринять сегодняшнюю архитектуру, чем попробовать в ней разобраться. Как было во время строительства дома Зингера. Или когда строился Исаакий, который сразу получил в народе прозвище Чернильница. Да, можно кисло морщиться от второй сцены Мариинского театра, за глаза называя ее торговым центром. Но есть же удачно встроенная в панораму набережной Фонтанки новая сцена Александринки архитектора Зимцова. Сдержанный комплекс на Крестовском Зодчего Герасимова. Его же Сергеем Чобыным дом Бенуа на Пискаревском с окнами-ветражами на тему балета «Петрушка». Наш город не законсервирован, и в нем нужно продолжать строить, как когда-то это делали современные для своего времени Кваренги, Росси и Растреля. Павел Никифоров. Пульс города.